Напоминаю, этот канал не коммерческий и нуждается в вашей поддержке, денежно-информационной и технической. Так как канал теперь под постоянными санкциями разной степени тяжести, подпишитесь на резервные ресурсы. Все данные в инфобоксе под любым видео. Спасибо всем откликнувшимся. 37-й говорите? Ну наконец-то! А как с тем, что до и с тем, что после? Попутешествуем? Дмитрий Жук, он же циник, на Конте. За 13 февраля 2021 года. Почти 4 недели длится истерика. И чтобы они не говорили, о чем бы ни сообщали, общий месседж всех плачей один вернулся в 1937 год. Тот самый год, который в истории СССР либералы-ненавистники назвали годом большого террора. Архипелаг ГУЛАГ снова косит ряды тех, кто якобы душой, но не телом и руками болеет, переживает за страну. Караул? Вот скажите мне, кто ни разу не фантазировал про путешествия во времени? Кто не хотел побыть на месте героя Уэллса в машине времени, тот сильно слукавит. Или заменить собой Азимовского Эндрю Харлана в его романе «Конец вечности». Не желал хоть чуточку побыть руматой, наблюдая за происходящей вокруг дикостью, осознавая, что эту дикость земное человечество когда-то переживало само. Да любой увлеченный историк, не раздумывая, согласится хоть на часик попасть в изучаемую им эпоху. Что говорить, каждый был бы не против отскочить в своей жизни на несколько десятков лет назад и кое-что подправить, изменить или подкрутить. Мы даже не заметили и продолжали бы нестись вперед, если бы не истеричный виск перепуганных граждан о том, что мы каким-то чудом вернулись почти на 84 года назад. Чтобы понять, правда это или нет, нужно немного знать о том времени и что тем событиям предшествовало. Мы же не выходим из общественного транспорта в попыхах, только услышав от какого-то идиота, что это та остановка, которая нам нужна. Перед тем мы же выглянем в окно и сопоставим окружающий пейзаж с отпечатанным в памяти, убедившись, что все сходится. Потом только мы покидаем трамвай, автобус, маршрутку или вагон метро. Мы слепо даже на слово не верим голосам, специально записанным для объявления остановок. А тут ор о наступившем 37-м. Давайте осмотримся, почему 37-й такой ужасный и что его таким стать побудило. В 20 предшествовавших лет уместилось столько, что все быстро и кратко не опишешь. Крах империи в 1917 году, гражданская война и интервенция. НЭП – недолгий период дикого капитализма с конторами рога и копыта. Это коллективизация и две индустриальные пятилетки. Все это время строилась новая властная вертикаль и укреплялась новая государственность. А вечным врагам России, как внешним, так и внутренним, оно надо было? Нет, конечно. Вот когда вертикаль укрепилась, встал вопрос ее очистки от невмеру нечистоплотных ее членов и агентов разведок, попутно очищая страну от мародеров, тунеядцев, казнокрадов и никчемной паразитирующей богемы, мневшей себя, как и сейчас, совестью народной. Репрессировались ведущие активную антисоветскую, подрывную, преступную деятельность, бывшие кулаки, члены повстанческих, фашистских, террористических и бандитских формирований, члены антисоветских партий, бывшие белые, чиновники, каратели, уголовники, ведущие преступную деятельность и связанные с преступной средой. Также арестом или расстрелом подлежали подобные элементы, находящиеся в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и колониях, продолжающие вести там активную антисоветскую подрывную работу. Под белые ручки брали казнокрадов, саботажников и просто тунеядцев. Чистился от агентов влияния Верховный Совет СССР и Совнарком. Тщательно вычищали силовые ведомства, армия с разведуправлением ГШ и НКВД, Народный комиссариат внутренних дел, в состав которого вошли УГПУ и ГУГБ, Государственное управление государственной безопасности. Много было выявлено и репрессировано, я бы сказал много, но недостаточно. Иначе бы не появился бы Власов со своей РОО, не было бы Краснова с казацким станом, не появилась бы УПА. При этом ни один настоящий рабочий строитель на социалистических стройках не пострадал, ни один искренний патриот своей родины не оказался репрессированным. Это же касается колхозников и служащих, иначе бы не было Дня Победы в 1945 году. Перекосы, конечно же, были, но они либеральными историками очень сильно преувеличены, потому что если основываться на утверждениях нынешних крикунов о возврате в тот самый 37-й в современных реалиях, то все, что тогда делалось, было правильным и жизненно необходимым. По сути, горлопаны нивелируют все усилия и труды тех, кто все это время пытался вывернуть ту реальность наизнанку. Вся деятельность правозащитной хельсинской группы, мемориала и десятков других контор, Сложеницына и Суворова-Резуна, коту под хвост. Просто потому, что если наложить те события на новейшую историю России, события последних месяцев и действий нынешней власти, то они, как братья-близнецы, сопоставляют тогда и сейчас, отчетливо понимают, что это безальтернативная, как операция, необходимость для выживания страны, тогда СССР, а сегодня самой России. Новейшая 20-летняя история России уже отсчитала 30 годиков. Она тоже пережила распад великой страны, гражданскую войну и западную интервенцию, десятилетия дикого капитализма и разграбления через такие же конторы рогов и копыт, 20 лет переформатирования и укрепления вертикали власти и реформирования законодательства, ориентированного на граждан России, а не глобального мира, восстановления промышленности и сельского хозяйства. И вот настало время чистить конюшни от все таких же субъектов, ничем не отличимых от предшественников 80-летней давности. Иностранных агентов, шпионов, казнокрадов, саботажников и тунеядцев, всех тех, кто сам себя назвал самой думающей, образованной и неравнодушной частью общества, неравнодушной к жизни на халяву, думающей, как бы и кому вручить страну, естественно, в концессию. Про образование промолчу, потому что от того, что они говорят, по большей части несут недвусмысленное впечатление. История с якобы журналистом Сафроновым, что-то затихли все, как со шпионом, тоже в тему вместе со всей конторой ФБК. Можно с ними в чем-то согласиться. 2021 год очень похож на 1937 не только сходством календаря, но во многом они лукавят, недоговаривают и переигрывают. Если сейчас их легонько берут за жабры, то ничего их жизни не угрожает, в отличие от предшественников. К стенке никто не поставит, так как смертная казнь им не грозит. Лес валить они не будут, урангулами руками на рудниках собирать вагонетки им не светит, а жаль. В тепле и заботе будут собирать мебель, набивать вата игрушки или в лагерном театре играть. Всего-то. У современных вообще никто не отбирает возможности покинуть страну в любом направлении добровольно. Но как же они истерят? При этом открыто, ничуть не рефлексируя, рассказывают, что будет со всеми, кто с ними не согласен, если они когда-нибудь оседлают Россию. При них 37-й всем покажется одним из счастливейших годов в истории. Отдельно, совсем чуть-чуть, хочется сказать о том, о чем они сознательно ни разу не упоминали и в будущем вряд ли заикнутся. Они шулерски обходят исторические вехи куда более ужасные. Они сильно возмущены несменяемостью власти. Четыре президентских срока, один человек. Немыслимо. А давайте покатаемся туда-сюда по годам в пределах этой четверки. Тоже слегка применим манипуляции. 37-4. 33. Год, когда в Западной Европе вошли в моду факела и фонарики. Когда горел Рейхстаг в Берлине и с факелами гуляли по немецким городам молодые люди в коричневых рубашечках. В 1993 году горел дом правительства в Москве, расстрелянный прямой наводкой из танков по личному приказу Ельцина. А недавние штурм Капитолия в Вашингтоне напрямую сравнивали с поджогом парламента в Берлине. И что? Тишина. Никто не пискнул о возврате в 33-й год ни тогда, ни в 93-м, ни сейчас. Ни один неполживец не кричал об этом в 2014 году, когда зажигали фонарики на Киевском Майдане, которые в мгновение превратились в факельные шествия. Не слышно было их истеричного «караул». Никто не причитает о том, что начиная с этого года в их сладострастной Европе активно взращивался нацизм и пересматривались итоги Первой мировой, итогом которых стал Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. Ни одного даже тишайшего писка не услышал, когда в современной Европе стали пересматривать итоги куда более бесчеловечной, Второй мировой. Даже наоборот, они в унисон проклинают СССР и Сталина, выставляя их большим злом, чем Гитлер и нацистская Германия. Они призывают к саботажу и террору. И все те же фонарики. 37 плюс 4 равно... Все знают этот год. Насколько он страшен для всех народов до недавнего времени бывшими гражданами одной страны, год с которого начался кошмарный, в то же время героический, четырехгодичный, опять же, период в истории, который никогда нельзя предавать забвению, самой жуткой и самой горестной, но не для всех оказывается. Когда сожгли людей в Одессе только за то, что придерживались не тех взглядов. Когда в 2014 году украинские железнодорожные составы, груженные военной техникой, отправлялись с украинских станций под бравурные немецкие марши на восток. Когда бравые украинские вояки стали рисовать на своем обмундировании техники нацистские символы. Когда стали открыто позировать с такими же флагами и зиговать перед камерами телефонов, ни одна из ныне перепуганных 37-м годом гнид даже не пропищала о возврате в 1941-й. Оказалось бы, они должны были быть самыми первыми, которые обязаны были орать о возрожденном фашизме. Их фамилии к этому обязывают, но нет. Вот, промолчали тогда и молчат в тряпочку сегодня, им фонарики подавай в небо и желательно ближе к Москве, как в 33-м, в Германии, как в 14-м, перекочевавшие факела из Львова в Киев. Циник, он же Дмитрий Жук. 37-й, говорите? Ну, наконец-то! А как с тем, что до и с тем, что после? Попутешествуем?